Люди, как правило, не понимающие законов кармы, они не могут принять или признать свои ошибки и обвиняют весь мир в том, что с ними происходит что-то, с чем они не согласны. До 14 лет, повторю еще раз, у детей отработка идет прошлой кармы. С 14 лет они начинают нарабатывать своими действиями, мыслями новую карму и продолжают отрабатывать старую. Родители – это высокие души, которые взяли на себя бремя этой души, чтобы помочь ей пройти этот путь. Если ребенок не может прийти через мать, но по карме он должен быть с этой женщиной, он приходит через другую женщину. Так что снимайте эту всю программу сожаления и того, что называется чувство вины. Не надо так. Наши вопросы сегодня касаются непростых, но важных тем. Сложная карма детей и родителей, работа с родом, прощение, отношения. Наш первый вопрос. Какое значение имеет род для человека? Все зависит от того, что ты считаешь родом. Если ты считаешь родом умерших людей, это одно. Если ты родом считаешь Бога, которого называют родом, род, совокупность всей этой общности, то дай другое. Надо определиться, что ты имеешь в виду. Но не то, чтобы выбрать, надо для себя определить, что ты чувствуешь. Выбрать-то ты всегда успеешь. Что ты чувствуешь по этому поводу? Ты можешь сказать, ну, для меня это, может быть, мои родственники. К примеру, да, ну, так вот на этом уровне сознание находится. Значит, из этого исходит, в этом возникает одна метода. А если это род с точки зрения Абсолюта, то это надо внутри решить. Вот. Но и тем не менее, я еще раз хочу сказать, что вот то, что связано с родом и то, что сейчас нам советуют, ну, есть целые системы и направления, которые отрабатывают род и так далее, и так далее. Я считаю, что самой лучшей помощью роду не ты нуждаешься в их помощи, а отчасти они нуждаются в твоей помощи. В противном случае, зачем они тогда выстраивают это все? Понимаешь, смысл в чем? Родословная, вот эта вся линия преемственности, образно говоря, родственников, она почему-то нуждается в том, чтобы продолжение было. Если они совершенны, то зачем им это продолжение нужно? За счет чего тогда все это происходит? Как они живут? Для чего это все? Ну, то есть, как они существуют на тонком плане. Вот. Почему такая зацепка? Это же зацепка. Есть люди, у которых род заканчивается, у них большие проблемы, то есть, даже умершие во сне приходят и говорят, тебе надо там еще сделать все, что угодно там и так далее, чтобы род продлился и все такое. А зачем? Ну, об этом и речь. Но преподносится это все по-другому. А если это иерархия полубогов, которые, в общем-то, достаточно самостоятельны и могущественны, и, кстати, даже они нуждаются в том, чтобы им делали пуджу, что это за такая ситуация? Если ты самостоятельен, если ты самодостаточен, почему ты нуждаешься в том, чтобы тебе служили или поклонялись? Потому что идет обмен энергией. И в какой-то степени это тоже форма вампиризма. Это лично мое мнение. Вы можете считать как угодно, по-другому. Но я вижу это так. А вот если йог или человек, который идет по пути духа, уважая все традиции и так далее, поднимается над этим, тогда он становится главой этого рода, которому ничего не нужно. Он во служении находится. Поэтому я считаю, что вознесенные владыки, такие как Эль-Мория, Иисус, Магдалина, Мария-Мать, допустим, Гуань-Инь, Павел Венецианский, Кутхуми, Джоакхул, очень много. Санат Кумар – огромное количество учителей. Бабаджи, допустим, тот же. Они же не нуждаются в том, чтобы им прислуживали или в том, чтобы им давали энергию, потому что они сами являются мощной, динамической и, скажем так, статической силой, которая передает все это. Мы, как люди пока еще в этом пространстве, я сейчас просто в целом говорю, в какой-то степени нуждаемся в их помощи. И они помогают. Даже те, кто говорят, я ни в ком не нуждаюсь, они все равно нуждаются. Им тоже помогают. Ну, а эгоизм у людей разный. Некоторые говорят, я сам. Это самость. Просто такой человек забывает, что возможность что-либо самому сделать, тоже Бог дает. Он открывает такую возможность. Вот. Но вознесенные владыки, они не нуждаются в этом. И они все время помогают. Они находятся постоянно в работе. Они не спят, не едят. Они снова и снова создают условия для эволюции сознания каждого человека. Всех сообществ. Еще раз хочу сказать, это мое личное понимание этого вопроса, поэтому я не хочу быть тем, кто утверждает это все в вашем сознании, потому что здесь есть люди, которые к роду относятся именно так, как с точки зрения мы должны и надо быть в связи. Пожалуйста, будьте в связи. Я не говорю, что нужно уходить от этого. Я говорю, что нужно развиваться так, чтобы помогать роду, а не чтобы он помогал. Если вы помогаете роду, он в любом случае будет помогать, если такое существует. Но лучше всего стремиться к абсолюту, минуя посредников. Ну, в моем понимании это так. Есть ли необходимые практики во время беременности? На высоких сроках беременности, на больших сроках, нежелательно делать махамудрую все. Таких, скажем так, особых запретов нет в практике. Ну, например, 35-ю крию вы не сможете сделать. Понятно, что. Махамудра, которая требует наклона, если живот большой у матери, уже невозможно. Значит, ее можно делать до известных пределов, либо ментально. Так тоже работает. Для мозга неважно, делаете вы физически или по-настоящему сконцентрированы ментально, он воспринимает это как нагрузка. Серьезный вопрос. Если в семье один из родителей совершает насилие по отношению к ребенку, и в результате ребенок полностью прекратил отношения с этим родителем, как это отразится на судьбе этого ребенка? Сколько лет сейчас ребенка? 30. Ну, это уже взрослый человек, с ним надо разговаривать. Во-первых, есть для этого психологи, которые, в принципе, успешно, это как костыли, знаете. Но, конечно же, человек сам тоже должен хотеть измениться. Если он закрылся и обидовал его на всю жизнь, к примеру, то у этого человека, имеется в виду, то тогда, конечно, сложно. Но, тем не менее, достучаться можно, потихонечку раскрывая, скажем, эту тему, либо не эту тему, вообще раскрывая врата к ему, к его сердцу, к сердцу этого человека, можно. В любом случае, у этого человека есть тот, кому он очень доверяет на сегодняшний день. Кто этот человек? Вот. Тогда, значит, вам надо это и сделать. И здесь очень важно еще закон кармы принять, потому что люди, как правило, не понимающие законов кармы, они не могут принять или признать свои ошибки и обвиняют весь мир в том, что с ними происходит что-то, с чем они не согласны. Ну, например, там смерть ребенка, мать против Бога идет, потому что она говорит, за что ты его забрал у меня? То есть она не понимает, у нее есть материнский эгоизм, и это сложно, действительно сложно для матери. У моей матери такая ситуация. У меня брат был на 9 лет младше, он ушел в силу определенных обстоятельств. Но он ушел в верхние миры. Но для матери это все равно уход. И она до сих пор это не приняла вообще. Хотя она почитает Бога, она молится, она проводит, но все равно внутри этот ком есть. И ей сейчас, ну, сейчас уже полегче, честно говоря, вот, но годы прошли. Ей все равно предстоит отработать эту программу. Я-то, конечно, помогаю со своей стороны, но тем не менее, вы можете это сделать для своего ребенка очень легко, я бы сказал даже. Потому что есть связь, потому что есть любовь, и потому что в этом ребенке тоже есть любовь. Есть доверие. я так понимаю, что человеку нужно просто обратить глубокое или очень серьезное внимание на принципы ведической концепции, философии и законов кармы. Все, что с ним произошло, это кармическое обусловление. В каком возрасте было? Ну, не помните, сколько? 14. Вот смотрите, я почему и спросил. 14 лет начинается отработка нынешнего воплощения у детей. До 14 лет книга судьбы существует. До 14 лет все, что в книге написано, идет из прошлого, то есть идет отработка прошлого. 14 это новое уже идет. И вот на переходе, на стыке была последняя отработка кармы. Понимаете? Вот. То есть это тянется с прошлого. Вот в чем дело. Поэтому здесь очень важно понимать, что человек должен знать законы. Даже если он не верит в них, он все равно должен об этом знать. А потом придет время, он поверит. До 14 лет, повторю еще раз, у детей отработка идет прошлой кармы. С 14 лет они начинают нарабатывать своими действиями, мыслями новую карму и продолжают отрабатывать старую тоже. Человек нанес сильную обиду, просит прощения, чтобы восстановить общение. Обязательно ли с ним общаться? Вы знаете, достаточно прощения, необязательно общаться. Когда есть прощение, то общение необязательно. Но в реальности это тяжелая карма на самом деле. Это удар по психологии на всю жизнь. При условии, что человек ничего не делает для того, чтобы выйти из этого, подняться. Вот. Конечно, у каждого свои проблемы, и каждый считает, что у него самые сложные проблемы и так далее с точки зрения его личности. Но есть способность или возможность понять, что существует гораздо хуже ситуации. Ну, например, к Сайбабе привезли 10-летнего мальчика, ослепленного бандитами. То есть, ребенок сидел дома. Ну, ему было тогда лет 8 или 9, может быть. Сидел дома. Зашли в Индии. Это было. Зашли, значит, преступники. Стали красть. Ну, видимо, эта семья была обеспечена, зажиточная точно. Стали красть вещи, золото, ну, все, что у них там было. И вдруг ребенок выходит, смотрит на них, они на него. Они взяли и ослепили его. Это трагедия для родителей. Дело не в каких-то там побрякушках, золоте, деньгах и так далее, а в самом ребенке. За что, как казалось. Ну, и, в общем, такая трагедия. Все, они привозят ребенка к Сайбабе, потому что Сайбаба, он чудотворец с точки зрения обычного понимания людей. И я лично сам видел на своих, как говорится, на своем опыте, знаю, что может, что он делал. Вот. Они его привезли к нему и говорят, пожалуйста, верни ему зрение. Он мог материализовать глаза, он мог все, что угодно. Он мог пол поменять на восьмом месяце беременности, поменял мальчика на девочку. Прямо там. Вот. Это известный случай. Он говорит, с вами может дать ему зрение, но он всегда, как бы, от третьего лица иногда говорил. С вами может дать. С вами это духовное обращение. К Бабе всегда обращались с вами. Вот. Но этот мальчик, ваш сын, ослепил в прошлой жизни ребенка. По-моему, даже не одного. Я сейчас точно не могу помнить. Не вспомню. Но одного точно. И если в течение этой жизни он осознает свой грех, когда постарше будет, тогда с вами может дать ему зрение. А сейчас нет. Существует закон просто. Другой случай был. Это вы все можете рассказать в итоге. Вообще лучше, конечно, читать эти вещи. Вот. Другой случай был. Очень наглядный случай. Это просто действительно потрясающий момент такой, когда это видели все. То есть в Мандир есть такое место, где вот мы сейчас сидим с вами. Представьте себе, это зал духовный, такой ашрам или центр, где сидят огромное количество людей, вот как вы. Только там сидела наверное, с одной стороны там до 10 тысяч человек помещается, с одной стороны несколько тысяч, с другой стороны. Вот. И приехала молодая семья из Германии. Ребенку было, по-моему, на тот момент уже 11 лет, девочка. Она была как растение, у нее не было сознания вообще. родители ее все время на руках носили на Даршан, а там очень много людей, жарко в Индии, огромное скопление людей, вот все в рядах сидят, как вы вот так вот. Баба выходит, проходит, все просят, каждый со своими просьбами, каждый со своими молитвами, чаяниями, у кого-то кто-то умер, у кого-то умирает, ну, просто адские условия, образно говоря, да. И вот они с этим ребенком, они с Германией, значит, на женской половине иногда она, эта девочка, на мужской половине иногда, и весь состав, а там со всего мира люди всегда были, и все видят этого ребенка, все так сострадают, всем очень жаль, и все ждут, когда баба обратит внимание на этого ребенка и исцелит, даст ему знания, даст ему сознание, то есть осознанность, а баба проходит мимо, то есть помогает все, здесь вот он с этим ребенком, он смотрит все и как будто не замечает, уходит. И так уже, я не знаю, две недели, три недели, они каждый день, месяц уже, они не уезжают оттуда в надежде, что ребенку поможет вам. Ну, и однажды получилось так, что это парень переводчиком работал там у русских, значит, русскоязычный. В какой-то момент баба проходил по дорожке, там все, он брал письма, помогал кому-то, материализовал, кого-то там исцелял и так далее, разные, там работа просто колоссальная, причем на всех планах происходит, причем сразу со всеми, это не объяснить вообще. и он хватает этого ребенка, там сивадалы сидят, ну, security такие, которые просто за порядком след, потому что ряды начинают скакивать иногда все, там, чтобы не сбить, не... Вот, и он хватает этого ребенка через голову, просто берет его и бежит к сайбабе, падает в ноги и говорит ему, почему ты его игнорируешь, за что ты мучаешь вообще всех, весь зал там замер, баба так посмотрел, взмахнул вот так рукой и на весь мандир появился экран в пространстве, голографический, который видели все люди, практически, и с той стороны, и с этой стороны, просто в пространстве появился экран, на котором был сюжет, такой холеный офицер гестапо маузером расстреливает в затылок сидящих людей, значит, ну, то есть казнь, вот, потом это все прошло, баба повернулся и пошел дальше к своим делам, и все поняли, что это этот офицер гестапо в этом воплощении, вот и все. Сейчас на экранах мы можем сказать, конечно, что у родителей тоже такая карма, они наверняка не были офицерами гестапо, но они, может быть, были причастны к каким-то вот таким вот вещам, но мне хочется верить, что есть другая сторона этого вопроса, родители – это высокие души, которые взяли на себя бремя этой души, чтобы помочь ей пройти этот путь, так тоже бывает. Точно так же, как у матери или у отца, у, скажем так, у родителей, которые ждут ребенка, рождается ребенок и умирает в тот же день или на следующий день или через несколько дней, но он умирает, он практически не живет. Ведь для родителей это трагедия, но с точки зрения законов ведических, кармических вот этих моментов, это родители избраны, это высокие души, которые взяли на себя вот эту вот ответственность принять высокую душу, у которой карма, последняя отработка, она не должна была больше жить, эта душа, она выходит на другой уровень, ей просто нужно было последний раз воплотиться и не жить, потому что нет кармы, это ей, она уходит. Я потому этот пример и привожу, понимаете? Так что снимайте эту всю программу сожаления и того, что называется чувство вины. Связана ли душа ребенка с суррогатной матерью? Отчасти они связаны с этими тоже. Они тоже связаны, просто смотрите, так все очень, очень, это назовем хитросплетением, но на самом деле все очень закономерно, справедливо и очень все мудро. Если ребенок не может прийти через мать, но по карме он должен быть с этой женщиной, он приходит через другую женщину, эта женщина может его сдать в детдом, а эта мать находит этого ребенка в детдоме, забирает и они все равно вместе. Ну, это почти то же самое, только чуть-чуть по-другому. Все равно они связаны все. Эти дети не часть божественного. Почему? Они часть божественного. Все есть божественное. Вы советуете дышать животом, но мне постоянно что-то мешает. Есть много причин, почему так происходит. Самая простая причина это слишком затянутый ремень. Серьезно. Компенсаторный человек начинает в груди дышать. Подпоясал себе. Либо это может быть стресс. Стрессы, которые спазмируют диафрагму. Диафрагма становится жесткой и уже она так не работает. То есть к дыханию уходит сюда. У женщин особенно часто это встречается, потому что щадят живот во многих случаях. Уходит сюда. Ну и стрессует женщины чуток побольше. И чувствительность у них побольше. Поэтому приходится заново учиться. Почему важно дышать животом? Смотрите, вот есть диафрагма, она в таком спокойном состоянии, она вот такая. Видели диафрагму? То есть она получается в напряжении находится, если мы ее вытягиваем вниз. А мы ее вытягиваем, утягиваем вниз, вытягивая живот, мышцы. она вытягивается. Но в этот момент прана опускается вниз. Когда происходит выдох, она расслабляется. Потому что живот втягивается. Она как бы поднимается в какой-то степени. В этот момент опана поднимается. И прана встречается с опаной. И происходит алхимическая трансформация. То есть так человек становится здоров в этом смысле. Он получает все виды энергии. А если человек дышит только грудной клеткой, верхнее ключичное дыхание, живот не работает, опана не поступает в должном количестве, прана не опускается туда, куда должна опуститься, тогда возникает болезнь. Поэтому одежда не должна стеснять, если есть ребята, которые у них живот растет, потому что они не занимаются. Некогда или не хотят. К примеру. Им неудобно, им стыдно, они начинают подтягивать живот. Это очень вредно, потому что есть опоясывающий меридиан, так называемый, где энергия циркулирует еще таким образом. Энергетический канал. Да, канал. Ко всему прочему, девочкам вообще этого нельзя делать, потому что потом возникают проблемы с деторождением. Когда опоясывающий меридиан, энергетический канал находится в заблокированном состоянии, то есть плохая циркуляция из-за сильного перетянутого, тогда возникают болезни абдоминальные, то есть все, что связано с животом, потом женские заболевания, мужские заболевания разные на этом уровне, что нет циркуляции, апана не работает, с паной так не встречаются, но недостаточно, поэтому лучше всего заниматься хотя бы дополнительно какими-то упражнениями, чтобы подкачать пресс, например, мужчинам это всем надо хотя бы, 42 крии в этом смысле они дают силу очень мощную, потому что когда вы напрягаете руки, вы ходите в зал, качаетесь к некоторой, но вот вам 22 крия, можно делать с отяжелением, в принципе, с концентрацией, если вы в зал ходите, но тогда вы должны быть уверены в том, что то, чем вы там занимаетесь, оно соответствует канальной системе. Можно, почему не? Можно, только надо очень аккуратно это делать без насилия, потому что опять же закачка этих органов также спазмирует мышцы. Что вы можете сказать про книги Крайона? Ну, я хочу сказать, что о Крайоне уже лет наверное скоро 15-20 известно, никто его в лицо не видел. Я всегда спрашиваю, Крайон с какого района? Кто это вообще? И так далее. Написано все очень правдоподобно, очень серьезно и все такое. Но мне доводилось видеть людей поехавших по-настоящему на этом деле и мы даже знаем случай смертельный, смертельный исход. Когда люди попадая под импринты, импланты, кто им эти импринты привносит, кто их имплантирует и так далее, оказывались в крайне печальной ситуации, теряя свою индивидуальность или вовсе теряя жизнь. Поэтому когда в моем понимании следующее, это очень важный момент лично для меня, вы можете взять на вооружение, можете нет. Как считаете нужным? Я лишь могу делиться своим опытом жизненным. я знаю, что я это реально знаю по-настоящему, то есть со мной так происходило и есть известные учителя, которые являются авторитетом, они тоже подтверждают эту же информацию. Белое Братство, ну те, кто помогает людям, цивилизации, человечеству, когда они хотят работать с каким-то человеком, они приходят конкретно, либо астрально, либо физически, зачастую физически представляются и просят разрешения на сотрудничество, не навязывая ничего абсолютного. Когда есть кто-то, кто неизвестен, кого никто никогда не видел, и это все так замазывается, что якобы это что-то очень такое, такое, оно нам вещает, меня это не интересует абсолютно, потому что есть закон, если Бог, который к вам приходит, ушел, то это не ваш Бог, а Бог, который приходит и остался с вами, это настоящий Бог. Что толку, что я знаю о том, что есть краем, что я могу сделать для себя благодаря, ну хорошо, я прочитаю эту книгу, огромное количество литературы сейчас, оно искажает истину, огромное количество книг выпускается, лучше всего читать книги реализованных мастеров, которых знает в лицо, которые вы, вы знаете, что они прожили жизнь, они доказали собственной жизнью свою святость, они может быть страдали, может быть где-то ошибались, может быть где-то что-то происходило не так, как им хотелось, но их святость, она очевидна для многих людей, то есть проще говоря, в конечном итоге они возносятся, и то, что они оставляют после себя, это работает, вы их знаете в лицо, и знаете с какого они района. Редактор субтитров А.Семкин